Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сам он говорил о своем творчестве как о сочетании фантастического реализма и биомеханики. Также часто стиль Гиггера называют эротомеханикой, некроготикой или абстрактным индустриализмом. Сюрлистическая серия «Атомные дети» появилась впервые в 1950 году в таких подпольных журналах как «Клоу» и «Хотча». И выходило несколько лет. Это были изображения таких трагитомических уродцев, жерст мутаций, какого-то ядерного катаклизма. То ли войны, то ли взрыва на атомной станции. Это довольно-таки интересный показатель, особенно для периода европейского искусства, такого, можно сказать, еще послевоенного периода. И кроме этой серии, несколько путанно пройдусь по другим знаковым сериям Гиггера, по всему творчеству. Но, во всяком случае, поделюсь теми изображениями, которые у меня есть. Также в описании есть ссылки на другой контент, посвященный творчеству Гиггера. Если кого-то эти изображения, приведенные в этом ролике, напугают, будут неприятны, то, вот процитирую самого Гиггера, «Мои произведения не должны пугать, они заставляют задуматься о своей сути, о том, откуда и куда идет человечество». Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА